всем привет друзья с вами я александр сегодня в рубрике новинки смартфон настроений из поднебесной предлагаю познакомиться с новинками от компании дуджи а именно моделями с 41 макс и с 41 плюс сразу хочу сказать что по факту это один и тот же телефон отличие заключается только в объеме памяти с 41 макс имеет у нас 6 гигабайт оперативной физической плюс 10 расширения и 256 гигабайт встроенный накопитель а из 41 плюс имеет 4 гигабайта физической оперативной с расширением еще на 4 и 128 гигабайт встроенный накопитель ну и давайте немножко подробнее познакомимся с этими моделями рассмотреть будем на примере старший с 41 макс и так вот отображены все основные особенности данной модели и давайте посмотрим в деталях первое это достаточно легкий вес 262 грамма при батарее 6300 для защищенного аппарата это принципе немного далее процессор у нас установлен от компании не сократа тагер т606 младше решение на сегодняшний день из того что может без проблем ворочить интерфейс и работать со всеми приложениями те самые 6 плюс 10 расширение оперативной памяти 256 гигабайт накопитель кстати стандарты уфс и 1 терабайт можно установить карту памяти дополнительно экран 5,5 дюймов диагональ разрешение hd плюс у него еще старое соотношение сторон 18 9 1440 на 720 разрешение 16 7 миллионов цветов никаких данных по яркости цветовому охвату к сожалению нету батарея 6 300 миллиампер часов чем-то для такого компактного смартфона это довольно большой объем но нету никаких данных опять же по быстрый заряд защиту смартфона айпи 68 пишет 9 кей от грязи и пыли и от падений по милитре стандарту стиди 810 h то есть полный набор за внешний звук мультимедия отмечает смарт па бокс динамик высокого качества есть три с половиной миллиметровый разъем который предоставляет стабильную передачу звука без искажений модуль основную камеру установлена sony на 13 мегапиксель очевидно это что-то не очень свежая так скажем но заявлены все режимы включая hdr ночной режим бьютификацию про и портретный надо конечно же смотреть как все это будет работать есть разблокировка по лицу сканер отпечатка пальца кстати нигде не заявлен на работу с навигацией gps глонас галилео байду и а gps а также двухдиапазонный а вайфай и dual sim card 4g поддержка то есть все бенды глобальные скорее всего есть завезли на фишечку пожалуйста без проблем можно оплачивать также есть назначаемая кнопка которая работает как на один клик на двойной клик и на длинная нажатия разные функции можно на нее назначить набор необходимых программных инструментов как всегда в защищенных смартфонах имеется все это работает на 13 андроиде ну и комплект поставки включает себя сам смартфон кабель из b type-c charger опять же не написано какой мощности пленка 1 наклеена экране 2 в запасе и вот такой вот ремешок есть пара коротких презентационных роликов заводских предлагаю их посмотреть первый это дизайн а кстати вот еще 8 мегапиксельная фронталка я не сказал представление дизайна довольно симпатичный аппаратец как по мне эти 5 экран три цвета кстати вот можете видеть присутствует ну еще один ролик который нам показывает в общем-то в руке хотя бы реальный экземпляр этого устройства до защищенника в общем то можно сказать что компактный при 5 5 экране 6 300 батарея при таком маленьком корпусе полтора метра падения та самая влагопылезащита ультра клеер трайпл камера что остальные там две камеры делают нигде не указано батарейка 630 на 3 ненормального использования или тряси 810 эйч защита по стандарту дуги 41 макс смол бады big power но и по ценам на эти аппараты с 18 по 22 декабря на алиэкспресс будет этот смартфон точнее не будет а уже продается по цене младшей версии 7 719 в рублях и старшая версия которая 256 гигабайт 9070 рублей что на мой взгляд вполне себе неплохая цена особенно в нынешних условиях и при нынешнем курсе по работе же этого аппарата естественно я смогу вам рассказать только после того как подробно его изучу если конечно компании дуджи мне пришлет экземпляр этого аппарата для обзора а на сегодня друзья у меня все спасибо всем за просмотр до новых встреч пока